По маракетам. У них матриархат полнейший. И, естественно, с их хемами становились женщины. И они все вели аскетичный образ жизни. И это, видимо, следствие того, что они кочевой народ. Или, наоборот, причина. Ну, в общем, вот, они вели аскетичный образ жизни. И кочевали. У них было несколько богинь. Это Гарухан, которую мы встретим. Потом Шакари тоже встретим. И богиня Лады. О ней почти ничего не известно. Даже, можно сказать, ничего не известно. Ее добавили. О ней какую-то запись добавили в Лиге Кража, где мы крадем не статуэтку, а какую-то что это? Какая-то плитка, на которой изображена эта богиня. И это все, что мы знаем. Задел на будущее. Да. Ну, как вариант. Или могут они, как обычно, оставить и ищут новую историю, рассказать. Они на момент нашего попадания в четвертый акс все так же поклоняются Гарухан, Шакари и водной богине? Или они уже как-то отошли от этой религии? Ну, о богах никто ничего не говорит. О них начинает говорить только грех, наверное. Это уже дальше. Это дальше. Да, это дальше. Так что у них, вот как ты говорил, полное подчинение неистоящих вышестоящим. И вот они только слушают свою схему. И в этой деревне, а, хотя к ним мы вернемся, да? Так, о прошлом этих маракетов в этих землях давно очень жили гиганты. И вот непонятно, у нас в игре встречаются гиганты, там каменный гигант, который по полу катается же. Да. Вот. И эти гиганты носили, у них оружие было, были луки. Потом, раньше эти земли были плодородные и так далее, но в какой-то момент вода ушла, короче, все это высохло и гиганты тоже исчезли. Потом, неизвестно точно после этого или нет, вроде бы до этого иссушения этих земель там еще жили кеты, которые были с большой торговой нацией или племенем, ну, скорее нацией, да? народностью. Кеты? Да. Мы их встречаем в игре или что-то с ними сделали нехорошее? Мы их не встречаем, но о них говорится тоже в Лиге Кража. То есть нам в Лиге Кража просто дофига истории напичкали. Это вот эти флейвор-текст, которые под артефактами, да? Там, когда мы что-то воруем, там, соответственно... И это тоже, и сами персонажи Кража тоже говорят об этом. Особенно вот эти две сестрички. Одна Маракетка, по-моему, а другая... С кем они там? Сестрички? Это кто? Адия? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, это про копьё Солерай, когда мы там квест выполняем, я так понимаю, с этим связано. Да, и они, по-моему, там что-то про кетов говорят, что вот давно было вот так вот сюда. И причём эти кеты очень так как будто бы удобно уложаться на народность Маракеты. Мм, кеты-маракеты, я понял, да. Да, но это как будто бы слишком очевидно, и как будто бы на самом деле это не так. вот. Но возможно, это это они ну, как если продолжить эту идею, возможно, они этот Маракеты, это типа новые кеты, или может быть наоборот противники кетов, или там ещё что-то, или простые кеты, то есть можно покрутить и что-то придумать. Но это, естественно, не точно. потому что слово аскет тоже содержит слово кет, и это говорит о том, что в принципе связывать можно всё, что угодно, и это не факт, что это так. По тем материалам, которые мы видели в трейлерах Пое-2, там, судя по всему, будет многом ракетов. То есть нам показывали, там весь второй акт второй части игры посвящён пустыням, и поселениям ракетов. Я думаю, что нам намного больше информации дадут о них. Известно ещё, ну, помимо того, что женщины это боевая единица основная, их готовили, говорится вот так вот, их готовили с самого детства, и когда у девочек раскрывался кровавый цветок, их отправляли пройти обряд инициации. Ну, это получается примерно, там, 12 плюс-минус лет, да? Их отправляли сразиться со скорпионом, какой-то есть шустрый скорпион, видимо, относительно большой, раз они прям ловкостью должны были обладать эти девушки, чтобы не попасться под жало этого скорпиона. Ну, и, собственно, убить его. И об этом нам рассказывает Ираша, это из города. Она тоже проходила этот обряд инициации, но у нее была сестра, которая не выжила. Вот. По поводу обряда, у меня два вопроса интересуют. Первый, проходят обряд все, или не все же, наверное, воины, все-таки у них же должен там кто-то заниматься строительством, хотя, какое строительство они, кочевой народ, ну, не знаю, я имею в виду, что там кто-то грядки, земледелием каким-то занимается, стирает вещи, или у них все женщины это воины? Блин, сложно сказать, но мне кажется, все. А с мальчиками что делают? Я смотрел в комиксах, прям разглядывал то место, где маркеты нападали на Сарн, и там вроде бы мужские очертания тоже были, так что мужики тоже по идее участвовали. Кстати, да, а кто среди мужчин? Подожди, вот смотри, у нас в городе, вот мы сейчас как раз-таки о жителях будем говорить, макет. там есть. только два мужика. Вообще один, подожди, смотри, там из маркетов там Кира, Аюн, потом будет и Раша, и все, что ли? И Тасуни, новую. Ну, и Тасуни, опять, и Тасуни, мы знаем, про него сейчас мы поговорим, что его отнесли в пустыню и бросили когда-нибудь богам. И, ну, насколько я это помню, не знаю, сейчас ты меня поправишь. Короче, я к чему? У меня сейчас появились смутные только сейчас подозрения, что они в принципе там с мальчиками не церемонятся, может они их просто выкидывают там куда-то в пустыню. Родился пацан, его просто выбросили. И нет пацана. И нет пацана, да. Смотри, мне кажется, что это не так, потому что вот этот Орден Джин, они тоже когда-то давно им пришли к Маракетам, к одному из племеней и сказали, все, вы, короче, сторожите от людей вот это все волшебство. И этот Орден Джин, он начал собирать по всему миру артефакты и прятать. Джун только. Джун, 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 Орден Джина и Джун, да. вот. И там говорилось, что им сказали никак, никогда не связываться с мужчинами. А это значит, что другие племена собственно связывались и собственно мужики были во всех, так сказать, маракетских племенах. Ну хорошо, я думаю, мы что-то об этом, может быть, кстати, в игре есть информация, которую там мы подзабыли, пропустили в комментариях, может быть, что-то дополнят, плюс во второй части что-то может быть узнаем на этот счет. Там еще есть история про Фаридум. Так, это кто? Я не в курсе вообще, давай. В общем, тех жителей или участников племени кто не мог пройти обряд инициации или еще что-то, их изгоняли из племени и оставляли в пустыне. Через какое-то время, ну это началось давно, и через какое-то время эти изгнанные или оставленные, они основали свою народность, так сказать, так как они не могли уже быть маракетами, они стали фаридунцами. Все фаридунцы это изгнанники маракетов. Мы их встречаем, про них что-то известно, или просто вопрос А вот эти из кражи, которые ты в сестрече говорил же, как их звали? Ну, Адия и Адия, да, да. И вот эта Адия, по-моему, изгнанная, и она как раз-таки фаридунка, вот. И они спали и видели обратно вернуться, так сказать, в лона своей народности к маракетам, и у них была легенда, что появится какой-то герой, который объединит эти два племени и фаридунцы станут частью маракетов, как еще одно племя. То есть когда-то эти времена настанут, и они воссоединятся в единые нации. Да, а маракеты, как оказалось, не особо-то и хотели этого. В общем, этот герой объявился, о чем нам должны были рассказать в краже, опять же, это был Янмара, Яманра, Яманра. И у него была история, что он вроде бы договорился о воссоединении, и что вроде бы маракеты согласились это обговорить, но его по итогу отравили, и он умер. И вот, собственно, в лиге кража он должен был быть еще одним боссом этой кражи. Но я так думаю, что его припрятали для Пое-2, потому что он прям офигенно вписывается в историю промо-ракетов, и прям хорошо встанет как история для Пое-2. Так его же отравили, ты только что сказал. да, его отравили, но он, видимо, в катаклизме, или из-за катаклизма, или что, я точно не знаю, в общем, он был жив, и он уже был, видимо, осквернен. Обизоген. Ну, хорошо, может быть, кстати, это такой кузырь в рукаве. Да, о нем только вот Пое-2, он же все базы он парсит, это все у себя сохраняет, и, в общем, на Пое-2-2 эта история есть, а в игре ее вообще не видать. Тут еще можно рассказать про Джун, да, что вот они прятали эти артефакты, ее племя этим занималось, и этот Джун, и вообще этот Орден, Джина, они по всему миру искали людей, которые были либо как-то изгнаны, либо отличились каким-то достижением, или начали там, ну, что-то с ними происходило, и они собирали этих людей, чтобы они, собственно, помогали отыскивать там еще что-то делать эти артефакты. Они отыскивали новых членов Ордена, таким образом, то есть, это какие-то отверженные, которым нечего терять, и они себе в Орденах брали. Янус Пирандус, он такой же был? Янус, блин, вот это хороший вопрос. Ну ладно, про Януса, Джун, и историю Ордена, который охраняли Рога Кулимака, мы поговорим как-нибудь в другой раз. Вот, и один из примечательных персонажей, о котором я особо не понял, точнее, там вроде бы говорится, в общем, был, блин, а как его зовут? Видение Эгрина, Эгрин, у него какие-то были видения, и то ли из-за него, то ли он там рассказал первый вечный, кто был? Основал вечных империю. Ферру, Веруза, не знаю. Веруза, Веруза, да, Тарк Веруза, точно. То ли этот Эгрин сказал этому Тарку, типа, все, давай, пора идти туда, захватывать земли, или осваивать, то ли, в общем, как-то он был связан с перемещением Азмири в землю Вал, да? Этого Эгрина завербовали в Орден Джина, и этот, блин, что-то я не в ту степь шел. Ну, в общем, там говорится, что он сковал меч звездный, и, возможно, этим мечом звездным, и запечатали древнего. То есть... Тарфордж, это история... Да, вот там очень короткая история, где говорится, что он офигенный меч сковал, но не говорится, как он был использован, и вообще приходится только догадываться, но он офигенную роль сыграл. Я помню, я помню, была как-то история, как именно запечатали древнего когда-то давно, перед тем, как он снова освободился, там действительно какой-то меч принимал участие, тут надо разобрать. Вот, так что этот Орден Джина, он просто нереально сильный. Там даже сейчас, ну, мне кажется, уже все, как бы их время прошло, нет? их всех прибыли. Как будто бы да. Субтитры создавал DimaTorzok